здравствуйте вы смотрите интернет проекту нт лицом к лицу сегодня будем говорить о нашей белорусской молодежи о том как одинаково уверенно разговаривать с рабочими в цехах и с чиновниками в кабинетах а также может быть немножко лично в гостях у нас начальник главного управления идеологической работой по делам молодежи мингорасполкома ольга чемоданова ольга николаевна здравствуйте здравствуйте не могу не начать с вопроса наверное популярные все часто вспоминают о вашем предыдущем месте работы когда вы были пресс-секретарем телеграм-канал который вы вели был наверно одним из может быть даже и сми где-то да очень много информации из него поступало следили все за ним это было так непривычно для силовых ведомств подскажите сейчас вы ввиду того что мы тоже интернет-проект вы сейчас тоже активно может быть ведете какие-то аккаунты горосполкома может быть причастны к созданию контента во первых это такая была проба пера вот создание телеграм-канала в мвд во первых он был перс персонифицирован я хотела бы на это наверно обратить особое внимание и поверьте уж мой адрес звучало немало комментариев мнений в том числе ну как это создало свой канал фактически свой да речь идет в целом работе ведомства много было таких упреков я бы так сказала понятно почему не совсем было свойственно и характерно все ведомства как правило это были официальные каналы если там следственное комитет на счета был телеграм-канал следственного комитета ли там погранкомитет или мчс так далее а тут вот так вот ну в то время так надо было для этого тоже были объективные прижимы был такой свой язык общения с да во первых конечно это упрощало для меня вообще общение с аудиторией потому что я прекрасно давал себе отчет раз уж это от моего имени значит я смогу говорить так как мне иногда в общем-то хотелось бы это сказать но это первое но это было конечно не самое важное уже хотя бы потому что я абсолютно давала себе отчет что в какой-то момент ответственность возьму на себя именно я за ту информацию которую буду размещать в этом телеграм-канале и это не будет тень ни на дно из направлений службы в министерстве внутренних дел да это была моя проба пера как я уже сказала мне было очень сложно потому что мне приходилось заниматься самообучением как-то повышать свой уровень изучать телеграм-канал а не только в общем-то иных ведомств да но и конечно же в первую очередь вообще с познавать smm а в то время это только мне кажется было тогда стадии развития да но тем не менее конечно меня обрадовала когда моя первая новость которую я разместила в телеграм-канале я даже очень прекрасно помню что это было за новость это было все-таки дорожно-транспортное происшествие где к сожалению погибли люди но вот сиюминутно после того как я разместила эту информацию в своем канале новость в общем то уже было достоянием многих телеграм у вас наверное подписчики были конечно же появились живая аудитория ну поверьте там была исключительно живая аудитория мы никого не накручивали никогда для меня было принципиально важным чтобы действительно то о чем мы говорим доходило практически до каждого ведь на самом деле каждая тема была принципиально важная для человека в первую очередь этой профилактика это фактически все это и можно было назвать профилактика предупреждением добры с людьми не случилось никакой другой ситуации но здесь еще такой тонкий момент потому что информация подача да чтобы не навредить правоохранителям во время их работы как вот сохранить эту новую грань нужно ли нужно ли на опережение послушайте не всегда нужно было работать на опережение иногда нужно было дождаться все-таки результата можно вот у нас это было очень частенько тогда вот вы же если вспомните да кто первый все тот в центре внимания твою новость никто читать не будет ну хорошо не надо но я скажу тогда когда я уже буду понимать что пришло время об этом говорить и безусловно это будет уже полноценная информация объективная всесторонняя это тоже был принципиально важный момент но к этому тоже надо было прийти сразу вообще все вот так просто не дается что вот пожалуйста вот у тебя уже все получилось было много ошибок приходилось даже где-то я не скажу что оправдываться скорее корректировать то о чем ты уже сообщил потому что эта информация тебе была предложена в таком формате до возвращались как я говорю отматывали все обратно и говорили о том что к сожалению вот как бы на сегодняшний на сей момент ситуация изменилась другую сторону но это не оправдание это скорее уже уже достоверность больше фактов получили безусловно самое главное на чем надо сосредоточить свое внимание вот не надо бояться не надо бояться своих ошибок мы не застрахованы ничего мы понимаем прекрасно что будь то телеграм-канал или это какая-то или это любая друг вообще другие социальные сети но не мессенджера социальные сети и всегда принципиально важно конечно понимать что ты размещаешь видео фотографии того или иного человека даже наверное предусмотреть последствия того что ты разместил а вы ведете свои личные сейчас аккаунты сейчас почему-то я решила что все таки это надо делать я понимаю почему пришло время хотя бы уже которая связана с моей уже теперешней работой профессиональной деятельностью работа с молодежью сегодня молодежь в соцсетях в интернете ну а я как вторая реальность для них безусловно а как мне даже с ними общаться иногда но он суть не в этом суть в том что я знаю что молодежь смотрит мой аккаунт в соцсетях и они мне даже порой при встрече рассказывают общайтесь в комментариях может да они оставляют мне свои лайки комплименты в том числе мне безусловно это приятно и вы сами видите у вас нет каких-то помощников это вот у меня я могу обращают за помощью к своей дочери но все-таки она студентка и у нее свой взгляд на подачу визуальной информации поэтому конечно я ее слушаю и обращаюсь к ней за помощью но не более того вообще не считаю что вот прямо в социальных сетях должно быть всего очень много и это должны быть не одна какая-то соцсеть да а несколько вот мы еще же так много всего предлагаем вот очень в тренде там tick tock так все давайте на эту площадку потому что там вот тысячи миллионы просмотров и так далее давайте так давайте начнем с того а вы вообще о чем будете рассказывать да вам что интересно раз о чем вы хотите рассказать всем надо сначала задать себе этот вопрос если есть ответ наверное можно определиться и с платформой а будь то тик ток будь то инстаграм или какая-то другая социальная сеть все не наше давайте так все не наше все чужое главный пункт и об этом нужно помнить поэтому знаете для того чтобы даже быть публичным и в принципе интересным человеком привлекательным в том числе и для молодежи поверьте это не значит что ты должен постоянно быть присутствовать в социальных сетях или там телефоном рукой когда есть нет это неправда есть такая истина человек он всегда во все времена будет славиться своими делами своими поступками своим отношением своей человечностью если вот это все есть поверьте о нем узнают услышат о нем будут говорить сам интересно и он будет той самой легендой для даже для молодежной аудитории это принципиально важно говоря кстати об этой аудитории насколько вам сложно может быть где-то с ними общаться какие может быть возникают вопросы потому что с ними бывает очень сложно я понимаю что у вас большой опыт после работы в правоохранительных органах с этой категории граждан но тем не менее вот как с ними находить общий язык сейчас вот такой вопрос это как знаете тема отцов и детей да как с ними найти как договориться слушайте все гораздо проще во первых всегда нужно слышать друг друга это первое договориться ну смотря о чем может быть иногда не надо договариваться надо просто вот как я говорю закрыть вопрос и не возвращаться к нему но диалог между поколениями должен быть обязательно вот в этом у меня нет сомнения и когда мы там часто слышим ну наша молодежь она вот такая не такая а была другая вот в те времена они там да это же никуда не делась это все осталось а сейчас они там погружены все в интернете у них вот у них просто знаете там мозги перестают работать а надо же думать надо общаться они же перестали общаться они же сидят дома на расстоянии друг от друга зачем соседки сходить как мы раньше да у нас же не было такой возможности или встречи нас да надо было сходить к соседке попить чаю пообщаться обсудить все вопросы подруги в том числе заехать организовать встречу и так далее сейчас можно в принципе об этого от этого вот так отойти в сторону все по поводу когда надо и так далее не кому как интересно вообще на самом деле но поверьте и для нашей молодежи ничто не заменит живое общение и вот у меня вообще нет сомнения что со временем все к этому придут постепенно до интернет прекрасно но мы уже воспитываем культуру общения в сети интернет мы прекрасно видим и понимаем как сегодня стремительно развивается информация реальность конечно и тот же искусственный интеллект которому сегодня прибегает мы все отслеживаем но и это не идет порой на пользу и мы тоже это оцениваем и прекрасно понимаем поэтому общение живое общение не заменит ничто но то что наша молодежь она идет в ногу со временем мы это должны абсолютно для для себя четко понимать не надо осуждать не надо надо идти рядом вы знаете скорее на порой надо может быть знаете так аккуратно советом делом осуждать это проще всего а вот будет ли результат от всего этого уже затронули вопрос искусственного интеллекта используется ли как-то где-то в своей работе изучали не изучали да безусловно изучали но поверьте что пока к нему ну можно сказать так не прибегали к использованию и человека никто не заменит вот просто мое убеждение которое останется со мной человек этот как раз он пока незаменима вот так устроена природой понимаете вот чтобы мы там себе не придумывали не воображали виртуальную реальность себе не создавали давайте так спустим опустимся все на землю да вот так присядем нормально и так порассуждаем поэтому нет во всем мы всегда будем искать возможность чтобы обсуждать говорить идти дальше вы еще также упомянули о чужих площадках фактически практически все соцсети ну за исключением там нескольких вконтакте одноклассники они зарубежные это не наша территория в интернет пространстве скажите как считаете нужно ли нам какие-то усилия делать может быть по ограничению а может быть даже где-то радикально что-то закрывать может быть создавать я вае интернет я уже вам сразу могу сказать все что мы сегодня с вами запретим ограничим и так далее вот поверьте вы мне мы в последующем будем решать более глобальная проблема мы просто мы просто создадим их еще больше все то что мы запрещаем поверьте это подлежит определенному исследованию продвижению особенно в молодежной среде они все равно придут к тому к чему очень стремились идут все равно выходы самое сложное всегда это было заниматься профилактикой предупреждением обучением формировать ту же самую культуру как я уже говорила и в сети интернет в том числе да вот это очень тяжело найти механизмы способы которые бы вот просто идеально сегодня подходили для всех к сожалению мы еще пока к этому не пришли но очень прекрасно понимаем все что если мы будем идти по этому пути поверьте на мы не придем к такому заключению что мы должны что-то отключить ограничить мы наоборот выиграем чем проиграем но сейчас в принципе в период активных политических компаний очень много фейков да это какой-то сплошной такой информационный информационный шум ну да может быть раньше просто эти бы средства были другие а мне кажется когда 20 год начинался вот это было просто невозможно искренне это сто процентов но как обычному человеку которого понятное дело что вот мы до сми понимаем как это делать вы в своей работе можете отличить правду от неправды как обычному человеку понять где фейк день и фейк для начала человек вообще для себя должен понимать что такое фейк и а то что сегодня вот это присутствует в информационном поле это в первую очередь конечно есть люди которые вообще не утруждаются тем чтобы все-таки как-то перепроверить эту информацию они используют один и тот же источник информационный даже могут не удосужиться в общем-то навести справки о том насколько этот источник действительно всегда предлагает объективную информацию хорошо и интересно и хорошо но мы же сегодня не закрыты я имею ввиду средства массовой информации и в принципе в коллективах когда встречаемся общаемся и так далее послушайте мы все время людям говорим о том что сегодня к сожалению на мы просто обязаны любую информацию проверить и самое главное понимать что мы сегодня используем для того чтобы получать эту информацию какие информационные источники безусловно какую прессу мы читаем и электронную и печатную в том числе мы стараемся об этом говорить постоянно мы понимаем и никогда не забудем как двадцатом году действительно пытались всячески пытались запудрить мозги людям и навязать ложную абсолютно информацию в которую ну многим хотелось просто реально верить и как я не перепроверяя просто так на эмоции на эмоциях да люди действительно многие поддавались вот на такое наверное влияние но на сегодняшний день мы уже сегодня первых и телевидение стало другим мы тоже можете это да ведь телевидение стало другим где-то даже журналисты стали работать но резче оперативнее вы знаете как я говорю мы я не ощущаю какой-то вот гонки но вместе с тем я прекрасно вижу что информация в большинстве случаев она подается очень своевременно вообще нужно понимать и чувствовать что сегодня происходит в обществе да о чем с людьми надо говорить на чем с акцентировать внимание вот именно здесь и сейчас и привлечь даже к обсуждению того или иного вопроса ведь это все не рождается внезапно да мы так или иначе опираемся на то что происходит вокруг нас поэтому фейки были всегда они мы не застрахован от всего этого надо понимать какой ресурс вы читаете и как минимум проверить альтернативных безусловно так или иначе мы уже взрослые люди понимаем с чем мы сталкиваемся а взрослых людях вот говоря про двадцатый год многие эксперты отмечали что может быть вот эта возможность раскачать кого-то из наших граждан было связано с тем что ну такая была что ли политическая инфантильность вот спроси кого-нибудь из чего состоит парламент у нас и ну на улице может быть не каждый ответит да наблюдаете ли вы это сейчас ведь вы с людьми активно общаетесь и в трудовых коллективах да и даже в своем рабочем кабинете изменилась ли эта ситуация было ли это так действительно во первых вы поймите что мы сегодня уже сосредоточили все свои усилия в первую очередь на правовом просвещении граждан немаловажный вопрос на самом деле если люди сегодня абсолютно не имеют понятие представления и вообще как я говорю системе да вот этой системы конечно это крайне сложно и это вызывает ряд проблем и в том числе и в обществе и в законности в соблюдении законности здесь сегодня как раз информационная работа наверное она должна быть на первом плане нам еще многое предстоит поверьте это не значит что мы уже дошли до какого-то высокого уровня вот прям вот все сейчас как раз то время когда мы уже хватили абсолютно все наше население вот темы правового просвещения так далее мы совершенствуемся даже формах работы в подаче информации когда был двадцатый год и вы знаете все таки даже даже в то время мы очень многие ресурсы технически в первую очередь не использовали а могли бы ведь вспомните с чего начинался двадцатый год ведь он начинался совершенно не с политической поверьте мы к сожалению столкнулись самый страшный наверное для наших людей проблемой когда заболел первый иранский студент абсолютно верно ну вот нам всем казалось где там та ухань благоухала в китае а где мы маленькая беларусь такая мирная дружелюбная у нас все хорошо и вот надо же и к нам пришла эта болезнь это было ужас потрясение такое стрессовое состояние конечно ну понятно почему надо было для себя каждому понимать как ее будут лечить эту болезнь какие могут быть последствия страх за себя за близких это все накручивается если вот так последовательно все это отслеживать людей безусловно не держали в каком-то неведении мы обсуждали говорили почему какие принимаются меры что необходимо делать ну все для себя четко понимали что необходимо было соблюдать респираторный режим это обязательно маска мы моем руки мы понимаем как дистанцироваться и так далее обсуждалось все очень но самое главное как объединились люди для того чтобы помогать врачам бороться с этой болезнью которая действительно на тот момент была вообще не освоена что делали вы вспомните как многие предприятия перепрофилировались изготавливали все же маски люди понимали прекрасно что сейчас время шить не сумки а маски те же халаты защитные для врачей врачи которые входили в красную зону и возвращались они не возвращались домой если вы помните для них были предоставлены места и в гостинице в том числе чтобы хоть как-то оградить свою семью чтобы никто не заболел опять же почему потому что последствия не совсем были понятны и у многого у многих организм срабатывал так как он срабатывал конечно но люди объединялись люди шли и помогали поддерживали друг друга это было принципиально важно мы в очередной раз показали белорусы что мы можем быть вместе мы очень сильная нация нас вот так вот как я говорю даже каким-то одним случаем не качнешь мы все равно будем объединяться делать все для того чтобы быть вместе одной силой и мы это увидели поверьте и конечно когда уже мы пришли к политическим событиям и люди стали уже как его перестраиваться на другую волну абсолютно верно и это был тоже сложный момент и это тоже нужно было пережить но даже когда наш президент сказал александр григорьевич что если бы этого двадцатого года не было да его надо было бы придумать это правда мы слишком наверно привыкли к тому что спокойно вообще мы очень кому на мы помните не на вот сейчас мы понимаем как хорошо нам всем жилось мы так хорошо себя все чувствовали это прекрасно обеспечено нам мирное можно было планировать да мы ну и слушайте люди все кто хотел работать он работал все кто хотел зарабатывать он зарабатывал да и казалось никакая беда нас не коснется но не политические события коснулись нас первыми а вот эта страшная болезнь пандемия вы посмотрите что было в соседних государствах в той же европе локдаун люди сходили с ума от того что они сидели дома а мы нет к сожалению мало кто делает прогнозы и ставку на то что все-таки надо действовать именно так так вот наш президент сделал именно так и сегодня 2024 год это не просто год качества мы пришли к тому чтобы он именно был годом качества начиная вот с того же двадцатого года как выстояли как пришли как объединились как действительно начали для себя абсолютно четко понимать для того чтобы жить и развиваться надо сегодня предлагать новая форма и проекты в импортозамещении ну разве нас кто-то испугал санкциями после 20 года вот вы сейчас спросите чего нет сегодня у нас на прилавках да или без чего мы не можем обойтись знаете как я говорю благодарить бога надо за то что он тебе дает сегодня и сейчас и тогда у тебя обязательно будет и завтра в этом нет сомнений но говоря о двадцатом я позволю себе задать возможно личный для вас вопрос вы часто говорите о том что предатель придаст дважды и те кто повелись на вот эти эмоции и как-то себя агрессивно вели в тех же комментариях да вот эти сливы постоянные как вы это переживали пережили ли вы простили вы тех кто вам писал гадости может быть угрожал не дай бог да вам или вашим близким как сейчас вот если какой-то осадок и действительно вот в самом начале верно было сказано вот самое страшное для человека это предательство вы знаете можно пережить но не все но многое но когда тебя предают люди это наверное самое страшное что может быть для человека в принципе простить невозможно жить с этим дальше как-то надо а этому надо научиться но это не у всех получается и не каждый может выдержать и выстоять и даже вот это эмоциональное давление которое происходило поверьте вот лично для меня но было каждый день абсолютно каждый день но у тебя еще есть дети семья муж близкие люди родители которые тоже поверьте не оставались без внимания без внимания да но никогда мне об этом не говорили я не знала до последнего чтобы творилось с ними потому что это было категорически запрещено все прекрасно понимали что в это время не время друг другу плакать жилетку надо было прекрасно понимать что делать завтра с свежей головой со здравыми мыслями собраться даже тебе если совсем тяжело и ты понимаешь что уже у тебя нет сил потому что ты прекрасно понимал ответственность знаете у меня был такой период в период двадцатого года когда мне позвонила одна моя знакомая и сказала вот тебе это надо зачем ты тянешь на себе это все зачем тебе это у тебя же семья у тебя же все а ты все пытаешься бороться ну то есть человек начал меня переубеждать в том что прекращай посмотри на тебя вылилось столько грязи каждое твое появление это последствия для тебя для твоей семьи для твоих детей было такое и тогда я сказала я столько лет отдавала себя служению своей родине и защите людей как я могу принять такое решение за один день и как будто в твоей жизни этого ничего не было то есть все эти годы люди тебе говорили спасибо за твой труд за то что ты для них сделал и сейчас в один день ты должна это эту дверь за собой закрыть как будто этого не было кто ты после этого так вот ты будешь как раз предателем ты предатель по отношению к тем людям которые для которых ты сделал немало в силу своей профессиональной деятельности которые тебе доверяли а теперь по да а теперь вот так вот погрузитесь в глубокую мысль ты предатель по отношению к человеку к другу и ты предатель к сотням жизни людей понимаете мера ответственности несколько здесь вот мне кажется с прожить с таким камнем не было бы в 10 тысяч раз сложнее чем с каким-то другим но это тоже надо было преодолеть знаете что помогло мне в то время вот эти 20 лет службы на земле как я их называю потому что участковой жизни семьи дети судьбы все что прошло через тебя поверьте этот настолько закалило меня как личность человека ну понятно что еще и характер безусловно без этого никуда но вот этот иммунитет он сформировался с годами и я понимала что только благодаря вот вот этому стер да вот этому иммунитету которых я действительно готова и могу выстоять все и поверьте что вот ни дня сомнений нет ни в один день у меня не было сомнения что как-то будет все плохо что вот а вдруг мы не выстоим а вдруг кто-то дрогнет я в этом даже не сомневалась я бы ну если вот я могу значит большинство будут рядом такие же как говорится делай что должен абсолютно верно и будет что будет это важный момент по работе может быть да я вот должна просто сейчас дать всем понять что сейчас не время отвечать на звонок так вот может быть сравнивая том что было не могу не упомянуть очень такой нашумевший последнее время сериал его слова пацана да кто-то говорил что это пропаганда насилия например раз своего высоты своего возраста там 37 лет помню как это чуть-чуть было и мне просто вот я посмотрела и мне просто показалось ну слава богу что сейчас не так то есть я на сравнение пошла вот может быть вы смотрели вообще его да я начинала смотреть этот фильм я его не досмотрела смотрели стоит ли вообще вот нам так показывать рассказывать как было и как есть потому что но это как знаете как другая вообще страна как другой мир сейчас да во первых фильм вообще такой для просмотра очень сложно откровенно скажу не всем наверное вот может даже так вот удается наверное вот досмотреть до финала но молодежь которая начинала смотреть вот всех с кем я общалась практически все досмотрели но опять же почему понимаете прежде даже чем вот показывать и рассказывать о том времени которое уже было надо его понимать почему почему именно так почему это происходило вообще между молодыми людьми и каким способом они решались свои конфликтные ситуации да но если ты не имеешь понятия то ты будешь смотреть с таким азартом на таком драйве что вот тебе кажется ну это вообще круто не видно что-то другое с абсолютно верно абсолютно верно поверьте я вот пыталась проанализировать разговаривала с молодыми людьми разных возрастов в основном конечно это студенческая молодежь но уже и работающие вот исключительно в большинстве своем с фильмом восхищались так знаете с очень эмоционально его обсуждали стали ли они там бить друг друга вообще но это ну это реально так было да ну понятно не зная времени и не понимая событий того времени вы знаете да наверное восхищаться можно именно так но мне кажется так или иначе должно быть сначала вот такое предисловие к тому к этому фильму почему и насколько это даже фактически пояснение первопричина конечно понимаете вот я когда рассказываю например молодежи о том как я жила в 90-х годах в своей семье вот где я училась какую школу посещала и как сложно было моим родителям нас троих детей вот действительно поставить на ноги в то время но это реально было начало 90-х вот эта система талонов когда нам надо было и я их еще вырезали абсолютно вот помню как тяжело было маме надо было понимать не то кормить не то одевать конечно нам есть что сравнивать понимаете для нас все нужно было добывать исключительно своим трудом исключительно и когда я сейчас об этом рассказываю молодежи они конечно с интересом слушают да но и одновременно радуются тому что сейчас условия жизни изменились и слава богу не надо думать что первостепенно да тут поесть или купить себе какую-то необходимую одежду и так далее говорят о тех же молодых людях вот как нам государству системе воспитать настоящих патриотов знаете таких чтобы вот как говорят на родине ура патриотом с флагом постоял пять минут и все потом забросил забыл приги мне не встаешь слов не знаешь и вот что делать всеми то тоже разные у людей разное восприятие может быть воспитать патриота ну я могу сказать что это не просто искусство это умение это дар и не мои слова да воспитать патриота может только патриот и другого быть не может это во первых знаете можно очень много говорить о том как я люблю свою родину как я горжусь своей родиной я здесь родился но вот когда с детьми общаешься они очень часто отвечают на твой вопрос ты патриот он считает конечно я патриот я здесь родился я здесь живу здесь мои родители вот для них это уже патриотизм самое понятно вот он ходит в эту школу он посещает какие-то дополнительные учреждения образования у него здесь все прекрасно я ж патриот я ж не предаю свою родину я вот здесь никуда не убежал но это все хорошо но это еще пока не патриотизм и мы об этом говорим ведь каждый день я так говорю молодежи своим трудом своей культурой воспитанием своей человечностью ты должен исключительно показывать на деле что ты патриот а не говорить об этом постоянно свой личный вклад а как иначе для того чтобы действительно была страна завтра потом чтобы была преемственность поколений а это сохранять историю историю своей страны знать их сохранять эту историю культуры а начинать надо исключительно от своей семьи понимаете общество надо рассматривать сегодня исключительно вот как свою семью ведь тогда и формируется отношение к этому обществу как к маме к папе говорят маленькое государство да абсолютно верно а вот поймите что надо именно я очень часто в коллективах говорю о том что начните со своей семьи не стесняйтесь своему сыну или дочери рассказать о том кто были дедушка бабушка прадедушка и прабабушка какие периоды жизни они прожили и знаете как даже если они не были участниками войны не были ветеранами войны но кто-то был из них детьми войны не все равно есть история понимаете у каждой семьи есть эта история но и это тоже надо восстановить не надо стесняться не надо думать о том что детям в школе все расскажут расскажут научат но то что расскажете вы о том как и почему сохранился рот до сегодняшнего дня и как насколько важно продолжать этот род вот понимаете никто так не донесет как мать своему ребенку или отец как родители как близки через свои эмоции через чувства потому что они прожили они родили детей и они говорят своему ребенку запомни сынок семья это не просто главное это то где ты должен состояться как мужчина как хозяин как глава этой семьи вот понимаете воспитание вот оттуда начинается если есть воспитание там уважение поверьте потом это твой двор твой район расширять потом город потом твоя страна понимаете ты не сможешь относиться ко всему этому как-то по-другому ты там это получаешь изначально а все остальные субъекты профилактики как мы их называем там школа университет понимаете это в общем-то помощники поддержка всему тому что закладывается изначально там семье я горжусь что моей семье есть родовая книга я горжусь а сколько колен вы знаете вы знаете там не одно поколение с 1888 года восстановлен весь род вот моей фамилии фамилии моего мужа где в книге собран весь материал начиная от прапрадеда до и до сегодняшних дней фактически лучший способ учить историю например я горжусь потому что эту книгу читают мои дети я благодарна конечно же своему свекру который эту книгу создал собрал действительно издал ее и передал как наследие своим внукам но не просто передал он сказал о том что вы продолжите писать историю своего рода фактически это наказ кто как не вы продлите историю рода только вы так и должно быть и дети будут рождаться и семьи будут создаваться потому что изначально уже ребенок понимает что это невозможно без продолжения продолжение должно быть но это мы формируем мы сами это правда ольга николаевна вот скажите предыдущих интервью своих вы рассказывали что обычному человеку в общении там с вами вот с трудовыми коллективами интереснее всего такие тревиальные вопросы тот же здоровье сейчас у нас несколько иная ситуация даже по периметру это геополитическая турбулентность мы как будто такой мини островок спокойствие что ли на континенте люди вообще понимают насколько это непростая ситуация каковы усилия нашего президента который пытается сохранить мир на нашей земле их это вот как-то волнует или все же до сих пор им интересны такие обычные вещи их обычной жизни то что сегодня вот эта ценность мира она действительно воспринимается как ценность вот у меня нет вообще сомнения ни на один процент вы знаете когда выступает глава государства и когда он говорит о сохранении мира на земле мне кажется уже больше никого слышать не надо я в принципе всегда говорю что главу государства очень сложно цитировать его нужно слушать включать да даже в коллективах чтобы они слышали потому что с той глубиной душой да когда он производит каждое слово о мире на нашем земле наверное не повторит никто и это невозможно и это то что сегодня каждый из нас абсолютно для себя понимает что просыпаться утром под мирным небом это большое счастье в то время когда вокруг твоей страны убивает людей мирных жителей детей где-то умирают люди от инфекции болезней а ты здесь в полной безопасности вот понимаете это невозможно не ценить это то о чем будут говорить и ценить всегда наши люди это мир на земле и здоровье своих близких другого счастья уже не надо и вот поверьте вы мне что в любой момент куда бы ты не пришел какой бы ты мониторинг мнение не проводил вот это те ценности которые будут всегда на первом месте не заработная плата поверьте вы мне если вот этого всего нет все остальное бессмысленно нет в этом смысла никакого и встречаясь с коллективами я всегда свое выступление завершаю и вот именно на этой ноте и я слышу я вижу глаза людей знаете а у некоторых даже и слезы на глазах что действительно ничего никто не заменит вам если вы сами не будете жить ради того чтобы завтра был этот мир не просто сидя сложа руки это невозможно невозможно это невозможно сохранить если человек только будет об этом рассуждать и люди это слышат поверьте не просто слышат люди понимают что сегодня как раз то время когда действительно надо держаться друг другу не надо друг друга толкать в спину наоборот поворачиваться лицом это это принципиально важный момент на котором сегодня застряют внимание абсолютно все и и самое главное вот я не могу просто об этом не сказать потому что когда когда ухожу с коллективом ну очень часто говорю о том что будьте милосердными не думайте что у вас вы не можете кому-то помочь или у вас на это нет возможности если это неправда вы здоровый физический человек у вас есть руки ноги есть работа есть семья значит вы уже можете все если не все то много это точно почему про милосердие мы проводим очень много сегодня гуманитарных проектов реализуем по оказанию помощи в том числе детям инвалидам и вот сейчас в минске как раз проходит по нашей инициативе такой проект где 44 ребенка будут охвачены заботой вниманием это дети с ограниченными возможностями кому сегодня просто жизненно необходимо приобрести кровать коляску пройти реабилитацию и так далее вы знаете люди откликаются люди готовы участвовать копейкой рублем неважно они готовы потому что действительно нам не надо чтобы нам кто-то за помогал из какой-то далекой неизвестной нам страны у нас мы сами можем это делать и помогать нашим детям и не только мы сегодня посмотрите сколько благоподворительных проектов реализовано с помощью не только общественных организаций города но и тех же фондов алексея тала и так далее сколько мы помощи оказываем сегодня и детям донбасса и трагедия которая была в прошлом году турция и сирия ведь никто же ведь не обсуждал должны мы или не должны мы прекрасно себя понимаем мы можем значит мы будем и мы не рассуждаем по-другому поверьте такой для меня наверное очень такой трепетные знаете вот содрогается внутри все когда об этом говорю всю жизнь потому что может быть пыталась объединить людей и поверьте зачастую это удавалось именно во имя того чтобы помочь ближнему тому кому нужна человеку кому эта помощь очень нужна не оставаться в стороне это очень важно равнодушие вообще в принципе мне кажется да вы знаете когда есть такое качество все остальное поэтому человек освоит примет и успешно пройдет любое испытание говоря опять же о том же общении с трудовыми коллективами как это проходит и может быть какие то новые формы это вообще интересная форма вы знаете во первых мы стараемся немножко так менять формы но в этом году мы понимаем прекрасно впереди масштабная электоральная компания но это не значит что вот мы 25 февраля проведем един день голосования прям все приостановимся на время передохнем потому что информационная компания в общем то придет конечно нет она масштабная она длительная и вы знаете сегодня недостаточно просто прийти в коллектив собрать актовый зал установить трибуну микрофон ну и в общем то выступить на заданную тему ну конечно нет неправильно сегодня есть люди которые работают в цехах на производстве вот не придут они в этот зал во первых уже потому что вместимость в зале она не всегда позволяет встретиться со всеми а второе это пересменки это понимаете это очень надо понимать еще вот этот конечно люди которые ходят сегодня на производство это простые наши люди работают это благодаря которым мы сегодня с вами живем в общем то которые производят и мы пользуемся этими благами вот вы знаете мы очень хорошо начали стартанули в этом году мы пошли и журналисты наши и мы в том числе и руководители мы пришли в цеха пришли на предприятие к людям мы встретились интересно вы в цеху я в цеху я попросила везде куда я могла приходить можно мне вот даже одежда но как иначе я же иду к таким же вы знаете это реально живое общение это потрясающий диалог это эмоционально это вы знаете мы одну сферу жизни не затрагиваем это точно всесторонний разговор понимаете и про жизнь и про условия и про социальное развитие социально экономическое развитие города и почему год качества и у кого то уже сформировалось свое мнение и он готов его высказать ну и конечно завершали свои выступления неоднократно безусловно порядок сегодня голосования на избирательном участке мы прекрасно понимаем что внесены изменения в избирательный кодекс а это значит есть нюансы возможно на которые необходимо обратить свое внимание вот говорим обо всем поверьте ну как я уже говорила завершаем о главном мир на нашей земле безопасность которой живут сегодня люди я людям всегда об этом говорю вы вообще даете оценку тому что вы сегодня домой вечером возвращаетесь абсолютно спокойно у вас же нет мысли что кто-то вдруг выхватит у вас сумку или не дай бог вы не дойдете до дома люди сегодня комфортно себя чувствуют гости которые приезжают к нам столицу только об этом и говорят что вы знаете так прекрасно как в минске наверное мало где с каким городом можно сравниться да потому что все создано для того не только в минске вообще в нашей стране большая работа безусловно дети сегодня ходят со школы домой разве кто-то их сопровождает вторая смена первая смена ребенок спокойно может прийти да я еще помню когда меня отец встречал да поэтому вот вы знаете надо поблагодарить бога и оценить то что у вас есть сегодня что дано сохранить то что имеем а уж приумножить ну так в этом вообще сомнений поэтому вот этот живой диалог я вообще реально погрузилась это как формат как в рамках какой-то новой акции горосполкова вы знаете я бы не называла вообще слова акции терпеть не могу я скажу почему потому что у нас так много мероприятий но если все это называть акциями как и слово мероприятие понимаете это разный формат вот с молодежью мы освоили новый например те же стрим трансляции почему потому что действительно это реальная возможность чтобы вот спикера интересного человека да услышала как можно больше людей ну не позволяют сегодня да и сложные физически вообще да и сложно общаться с многотысячной там аудитории да к примеру но когда подключается сегодня университеты вузы профтехи и мы говорим о главном о сохранении исторической памяти мы демонстрируем то о чем они еще не видели с чем не сталкивались какие-то новые темы раскрываем вы знаете ну это это имеет я точно знаю что это востребовано и чем больше и дальше мы будем развивать такой такую форму информирования это будет еще интереснее масштабнее понимаете сегодня в сети интернет прямая трансляция это как раз уже вызов времени а молодежь у нас именно там самое главное вовремя ссылку сбросить как я говорю чтобы они и упаковку создать соответственно вот точно они однозначно включат посмотрят и поверьте вы мне послушают о главном но это тоже правильно ведь интернет может быть не только до плохим но и можно этот инструмент использовать во благо нужно использовать и я поэтому в самом начале своего встречи да и обозначила что самое главное как правильно мы его используем в каких случаях поэтому пространство необъятное ольга николаевна мы плавно подходим к такой серьезной теме проживаем сейчас такой активный период электоральной кампании уже агитация вот-вот начнется скажите ну исходя из вашего опыта сто процентов такого большого общения с людьми если у вас может быть представление социальный портрет вот этого идеального народного представителя кандидата в депутат я сразу скажу идеального ничего не бывает вот просто это нам может быть иногда хочется или кажется ну вот идеально ну всегда есть нет предела совершенства да мы все равно вот через какое-то время посмотрим и нам кажется должно быть еще лучше вот совсем не так как нам показалось в эту минуту поэтому я бы не говорила что прям идеального для меня например депутат это человек это компетентный человек который действительно ну будем так всесторонне развитый человек который умеет вот в общем то определенно коммуникацировать с людьми общаться и самое главное конечно что не что очень важно для избирателей в первую очередь конечно это человек который будет заинтересован в первую очередь в разрешении тех острых вопросов которые существуют в обществе он не будет их бояться он будет встречаться будет обсуждать и делать конечно все возможно для того чтобы любая проблема которая вот есть здесь сейчас на поверхности она действительно решалась да для того чтобы сегодня это почетное все-таки звание быть депутатом и надо это абсолютно четко даже миссия наверное конечно это миссия которую необходимо выполнять мы понимаем что у каждого есть свой период до избрания депутатом но это это от первого до последнего дня всегда быть как я говорю в том тонусе который позволяет абсолютно четко и быстро выполнять задачи которые сегодня возникают именно среди населения в том округе где он избирается человек которого должны знать не все но почти все да вот вы знаете своего участкового а соседка говорит нет я не знаю своего участкового а почему так слава богу не приходилось сталкиваться да с проблемами в законе поэтому и не знаю участкового но здесь немножко все наоборот потому что депутат это как раз тот человек который действительно сегодня должен быть среди людей для людей конечно же почему я и сказала что это почетно вообще прежде чем принимать такое решение надо все таки еще развесить как я и свои возможности и свой потенциал опять же понятно почему это люди с людьми надо не просто разговаривать но надо еще делать конкретные выполнять дела и задачи знаете бывает в быту еще такое вот впечатление у людей может быть мне не о чем мне там идти этот один день эти депутаты вот на президентские важно пойду например выбора а тут местные тем более что можно сказать тем кто вот так вот размышляет и не совсем понимает важность участия в выборах чтобы отдать свой голос очень плохо что не понимает человек важность участия в выборах это уже как я говорю наверное какие-то свои личные проблемы от того что человек еще к этому не пришел вы знаете любое политическое событие которое происходит в стране оно это не значит что оно касается только исключительно чиновников там госслужащих это касается всех граждан страны без исключения если это выборы и участие в голосовании мы прекрасно знаем что в соответствии с нашим законодательством с 18 летнего возраста человек уже имеет право голоса и знаете тут уже не обсуждается какого он какой его социальный портрет кто он любой человек в нашей стране с 18 лет это обязанность понимаете это его гражданский долг не надо себе гонять мысли хочу а это мне надо или это мне надо а зачем ну вот понимаете вот есть такие обсуждения они уже изначально неверное это неправильно абсолютно неправильно вы живете здесь здесь это ваша страна вы у себя дома в своей стране значит что мы как я уже и сказала будем делать все для того чтобы эту страну сохранить а если вот будем рассуждать так то вы знаете значит не сработаем мы просто обязаны это наш долг и я не считаю что должна проходить какая-то агитация вот просто с каждым напридите сделайте свой выбор достаточно разъяснять людям что это событие которое принципиально важно для нашей страны для того чтобы эта страна была существовала и сохранить этот суверенитет вот и все люди сами должны понимать абсолютно ответственность ответственность каждого человека вот и все а ну а если вы безответственны тогда уже вопросы к вам в принципе Ольга Николаевна не могу не затронуть вопросы касающиеся вашей деятельности в белорусском союзе женщин вот честно изучаешь состав президиума но это сплошь звезды простите нашей общественно политической жизни да то есть белорусска в принципе сейчас может быть не только домохозяйкой да успешной женщиной мамой и женой но и профессионалом настоящим потому что в каждую каждая сфера мне кажется представлена вот как так получается у нас действительно мы такие белорусские сильные энергичные женщины можем все да вы знаете белорусский союз женщин он действительно вырос за это время он состоялся он поистине вышел из тени стал заметным безусловно благодаря тому что сегодня вот такая позиция такое отношение наших женщин и знаете будь то женщина руководителя или это женщина исполнительная не в этом суть поверьте это единое большое желание действительно сегодня быть полезным обществу в первую очередь вот те гуманитарные проекты которых уже реализовалась вот просто сотни я даже вот вы мне сейчас вспомните какой был последний вот последний это сейчас марафон который мы проводим но какой драйв ты получаешь вот это такой сплошенская активная насколько действительно мы можем вместе сделать многое вот вот никак это не обойдешь если даже кому-то бы очень не хотелось я не скрою что не мужчины частенько задают нам такой вопрос когда же все таки вот на наступит равноправие и мы создадим свою организацию я им всегда отвечаю а надо ли ведь мы все равно без вас никуда и даже если вам кажется что союз женщин это исключительно женщина то поверьте зачастую это вот не так происходит конечно без мужчин мы никуда и порой помощь и сила нам необходимо именно с их стороны поэтому действительно мы сегодня вместе мы это чувствуем это мощь вопросов нет мы чувствуем поддержку конечно и от руководства страны и города в нашем случае и понимаем что каждое наше дело именно дело с любовью а может ли стать белорусской союз женщин политической партии но почему не может в жизни все может случиться да вопрос насколько в этом есть необходимость да потому что мы себя очень комфортно сегодня статус общественной организации да и поверьте смысл и цели и задачи не от этого фактически не изменится женщина она сегодня предана в первую очередь своей семье стране детям и конечно для нее принципиально важный момент это создавать условия вот эти гармоничные да вместе со своими близкими скажите вот если допустим какая то из женщин хотела бы присоединиться к деятельности бсж вот как это сделать проходит ли какой-то отбор может быть же нет у нас создаются первичные организации на предприятиях в учреждениях образования в том числе города в общем то все по месту работы человека конечно же там может быть организована первичка ну и конечно районная организация в каждом районе города минска зарегистрирована организация районная организация белорусского союза женщин поэтому есть сайт конечно же белорусско минской городской организации общественное объединение белорусский союз женщин есть все контакты и реквизиты в том числе как можно сегодня вступить в ряды союза женщин ольга николаевна наверное мы будем уже завершать нашу беседу очень интересно но к сожалению да ограничено тоже временем вы занятой человек такой последний вопрос а что вам доставляет больше удовольствия какая какой вид деятельности вот ваша работа в горосполкоме идеология такие важные направления молодежи или вот общественная организация понимаете мне кажется я вот за что берусь я могу найти удовольствие и в том или ином направлении вот я не могу назвать то что чем бы я наверное из тех направлений в которых я уже сейчас работаю я бы не занималась понимаете как то все взаимосвязано все равно люди вот кругом люди общение люди и так очень что я испытываю просто наслаждение и удовольствие когда я выхожу со встречи люди тебе аплодируют и идут за тобой им еще хочется с тобой поговорить и они благодарят за то что вы вы знаете я вот я реально задумался знаете я задумался вот для меня мне кажется это самое ценное вот я пришел к этому спасибо что вы вот так вот меня настроили иначе я бы наверное потерялся понимаете у человека может быть действительно были таком общению встречи вот просто вся жизнь изменилась коренным образом вот это эффект которого необходимо достичь и в любом направлении к этому эффекту надо стремиться сша ольга николаевна я тоже со своей стороны благодарю вас что вы заглянули в наш онлайн гостиную будем рады видеть вас еще не один раз да я хочу пожелать чтобы вот как раз в вашем проекте как можно было вот людей действительно харизматичных привлекательных интересных ну и самое главное конечно же чтобы проект не просто набирал свою популярность да а он приносил еще и пользу пользу нашему обществу от общения как раз теми людьми которые действительно порой не в бровь так в глаз спасибо большое спасибо спасибо